Вот у меня до этого были наушники Razer Trasher, на секундочку Они даже стоят дороже, но вот это Как бы это грубо не было сказано, да Эти наушники сосут По сравнению с этими, они просто сосут И вновь у нас очередной быстрый обзор Уже четвертое видео подряд Друзья, выходит, ставьте лайк за то, что Каждый день выходят ролики, вам не сложно А мне приятно, ну а у нас же Сегодня, друзья, очередной анбоксинг На интересную коробочку, но внутри Как вы уже наверняка догадались, что Правильно, друзья, внутри новая Гарнитура от Razer Коробка, скажем так, немаленькая Что-то в ней внутри гремит Давайте ее вскрывать Гарнитура смотрит сразу что Смотрите, логотип Razer Мне вот прям даже интересно Когда мне надоест их упаковка Реально, ребята каждый раз придумывают Что-то супер безбашенное Но это вообще просто жир Притом, смотрите, до сих пор, до сих пор Непонятно, что там находится внутри С какой стороны она тут открывается, непонятно А, вот, вот она сверху, смотрите Вот так открывается Хоп-хоп, зацените это, да Единственное, только я их ногами открыл Давайте еще раз Вот так она по-нормальному открывается И тут внутри, смотрите, а, красота Razer Nari Ultimate, чтобы вы понимали Да, это топовые наушники Из новой линейки Nari Всего в линейке представлено три модели Это Razer Nari Essential Самая простая модель Дальше идет Razer Nari Без дополнений И последнее Это Razer Nari Ultimate За 17 тысяч рублей Есть ли смысл переплачивать деньги За такие наушники? Ну, это вы мне скажите, друзья При виде вот такой упаковки Стоит ли она своих денег? Ну, как минимум Упаковка точно стоит Feel every bottle Написано на коробке И эта фраза на самом деле Довольно буквально Потому что Nari Ultimate Это наушники Которые не просто производят Там какие-то звуки Или музыку Это наушники С настоящей тактильной отдачей Продолжаем отбоксинг дальше У нас вот тут поднимается Звуковая волна нарисована Вот так открывается И вот тут еще куча Какой-то информации Introducing the Razer Nari Ultimate HyperSense Intelligent Haptics Куча каких-то характеристик Главное, давайте уже просто Достанем наушники И посмотрим на них Тут еще одна вот так Дверца открывается Я никогда не видел Чтобы над упаковкой Так сильно заморачивались Давайте прям по порядку У нас здесь есть AUX кабель для проводного Подключения наушников Также есть кабель Для их зарядки Дальше брошюрка С надписью Supreme Wireless Immersion Звучит мощно В общем Здесь по наушным Рассказано про все технологии Которые используются В этих наушниках Ну а я же в свою очередь Часто расскажу вам Все это на более простом языке А вот они И сами наушники За 17 тысяч рублей Больше в коробке Я так понимаю Ничего нет То есть там Все это пустое пространство Нет ну блин Коробка Это вообще полный жир Так как ее вот так бы Закрыть полностью Вот реально А остальным компаниям Этому еще нужно поучиться Теперь давайте Непосредственно про сами наушники И почему они стоят так дорого Базовые модели Наре Насколько я помню Одни стоят 8 тысяч рублей Другие в районе 10 Эти же стоят В два раза дороже 17 тысяч И все из-за технологии Тактильной отдачи Ну и еще как минимум За дизайн Все таки наушники Выглядят мощно Плюс у них есть подсветка То есть логотип У них должен по идее светиться Что еще интересного Нам могут предложить В этих наушниках Кроме эффекта тактильной отдачи Мы видим что здесь есть микрофон Он у нас убирается Внутрь чаши И помимо всего прочего Здесь внутри Два канала громкости Один направлен на ваших тиммейтов А другие непосредственно на игру И в случае если допустим Вы не смогли уладить Что-то с собеседником Или просто они слишком сильно мешают Их можно сделать чуть-чуть потише И соответственно На игру это никак не повлияет То же самое можно сделать наоборот Если хочешь пообщаться с людьми То можно выключить игру Или сделать ее чуть потише А собеседников соответственно Соответственно для этого На каждой чаше наушников Есть отдельная регулировка Вот это регулировка общей громкости А вот это регулировка громкости Непосредственно чата Помимо всего прочего Давайте посмотрим Какие еще тут есть переключатели Естественно здесь есть Кнопка отключения микрофона Дальше у нас идет Индикатор заряда Подключения блютуз Ну и всевозможная Любая другая индикация Кнопка включения А также микро-USB Для подзарядки этих наушников Ну и на худой конец Есть AUX-порт На случай если может быть Подключиться куда-то Где еще не завезли USB разъем Кстати в комплекте Я не заметил Флешки для подключения Компьютера Ну то есть Должна быть такая небольшая По идее USB Через которую Наушники коннекются К компу И судя по всему Она спрятана Непосредственно в наушнике Вот здесь такая кнопочка Нажимается А это и не кнопочка Друзья зацените Это 2,4 герцовый Передатчик Который Они спрятали в наушнике Какого черта Нет ну вообще Это объективно удобно Так его потерять Будет шансов намного меньше Посмотрим Прямо из коробки Заряжены ли наушники Нажимаем И да Слушайте Загорается логотип Не знаю Вот так вам видно Но наверное Если прям вот так Прям совсем в тень занести То видно Что он немного светится В общем предлагаю Пойти Немножко настроить Наушники В специальном приложении И послушаем Что такое Тактильная отдача В наушниках Сперва на первого После подключения Наушники определяются Как два отдельных устройства Как я и говорил Да первый канал у нас Для чата А второй непосредственно Для игры Ну а дальше Переходим в третий Синапс Где начинаются Основные настройки К примеру Звучения Чтобы вам было Максимально комфортно Ну а также Увеличить эффект Тактильной отдачи На максимум Чтобы продемонстрировать Наглядно Как работает Эффект тактильной отдачи Просто давайте Влюбим какой-нибудь Басовый трек И положим на динамик Листик бумаги Скажем так Эффект получается Не то чтобы Прям Зрелищный Да Но мы видим Что листок Начинает двигаться Похожий эффект Могли бы получить Если бы мы положили Такой листок На выходное отверстие Сабвуфера Где воздух гоняется Туда сюда Но стоит понимать Что это не сабвуфер Это просто Игровая гарнитура Собственно говоря Такой же эффект Будет если перевернуть Наушники И положить бумажку На обратную сторону Динамику То есть фишка получается Не то что она просто Громкая А то что у вас Эффект усиливается Как раз таки За счет вибраций Которые создают Сами наушники Ну а дальше У нас идут Довольно базовые настройки Например можно Покрутить эквалайзер Это в принципе В большинстве Современных гарнитур Такая функция присутствует Можно увеличить Или уменьшить чувствительность То есть микрофон Опять же По желаниям Ну а последний пункт Это подсветка Подсветка это то что я люблю И здесь это хрома То есть здесь можно выбрать Вообще любые цвета Можно выбрать Статическую подсветку Чтобы у нас горел Только один какой-то Конкретный цвет Или можно Сделать допустим Переливашку такую Да пульсацию Или там волну пустить Чтобы у нас От одного цвета К другому переливалось Ну все в лучшем духе Рейзер Опять же там Миллионы цветов Вообще любой градиент Все что хотите Выбирайте Наушники будут светиться И это будет красиво Ну и плюс питание Можно врубить Энергосбережение Ну это на случай Чтобы наушники у нас Просто так лишний раз Не разряжались В итоге Что мы с вами получаем За 17 тысяч рублей Кстати подставочка В комплект не входит Это подставочки От наушников Рейзер Треш Помимо беспроводных наушников Которые могут проработать До 20 часов Если отключить Эффект подсветки И эффект тактильных ощущений А если включить полный фар Что они будут работать В 8 часов В принципе На одну игровую сессию Должно хватить Самое основное Что мы получаем Это новые ощущения Сравнимые Я даже не знаю с чем Разве что С походом В очень Качественный Кинотеатр С мощнейшей Аудиосистемой Только в отличии от кинотеатра Где будут сидеть Какие-то люди В наушниках Ты сидишь один В них реально Можно не только играть Можно запустить Какое-нибудь кинцо Со звуком 5.1 И пересмотреть его По новой Потому что Каждый взрыв Каждая малейшая деталь Она усиливается Вот этими Тактильными ощущениями И Ну если Звук 5.1 Это считалось Полным погружением В игру Или в какую-то атмосферу То это Просто Полнейшее Погружение Дальше Ну лучше просто Не придумать Осталось только VR очки Еще нацепить В паре В паре С этими Наушниками Будет Вообще Чума Черт возьми Я слышу Как люди Махают Кирками Так Как будто По ним Махают Ими У меня В голове Я не знаю Будет ли это Слышно Сейчас вам Если я Принесу Наушники Вот так Если говорить Из быстрых Впечатлений Вот То есть После Запуска Игры Каждый Звук Становится Как будто В 10 Раз Активнее Вибрации Просто Идут Отовсюду От взмаха Киркой От того Как взлетел Автобус Где-то Вдалеке Взрывалась Граната Это все Не просто Звучит Из динамиков Это прям Все реально Отбивает Тебе в голову Прям вибрациями Вибрациями В идеале Конечно Найти И послушать Как звучит Минигам Но чувствую Что меня Сейчас скоро Убьют В общем Что я могу Сказать Друзья Это ощущение На самом деле Просто Непередаваемое Я даже Не могу сказать Насколько Качественно звучит Этот звук Я бы так сказал Он звучит Совершенно По-новому Вот у меня До этого Были наушники Razor Thresher На секундочку Они даже Стоят дороже Это наушники За 18 тысяч Это за 16 990 Но вот это Как бы это Грубо не было сказано Да Эти наушники Сосут По сравнению С этими Они просто Сосут Потому что В Razor Thresher Там просто Объемное Звучание 5.1 А здесь Тактильная Вибрация Это вообще Ни с чем Несравнимо Ну нет Единственное С чем можно сравнить Это наверное С походом В IMAX В IMAX Когда ты сидишь Прямо в Центре Пересечения Акустических путей Когда смотришь Какой-то Мощный боевик И там Танк взрывается Или что-то Ничто подобное Вот что-то Сейчас Такое же Произошло Со мной Пока я играл Fortnite Я даже не буду Рассказывать Про остальные Фичи Которые используются В этих наушниках Потому что По сути В них Совместили Все что было До этого В предыдущих Моделях И просто Добавили еще Несколько Прикольных Фич И я считаю Что они Реально Своих денег Стоят Дороговато Конечно Я понимаю Да Но согласитесь Что бывают Наушники И подороже Поэтому Ну назовем это Чуть выше Хотя нет Какой чуть выше Давайте признаем Это наушники Дорогие Они не для всех Но опять же Если вы цените Свои эмоции И ощущения И хотите Чего-то нового То эта штука Просто must have Ну а также Не забывайте Про жирнющую Упаковку Серьезно Вот просто Напишите в комментариях Какая еще компания Так заморачивается Над упаковкой Не вздумайте писать То что Apple Потому что Apple Вообще не заморачивается Над упаковкой Я просто знаю Что вы будете писать Поэтому сразу предупреждаю В общем на этом То у меня все Я сначала обещал Что это быстрый обзор Он как бы получился Немножко растянутый Но тем не менее Надеюсь что он был Для вас интересный Мы сегодня распаковали Топовейшую Пожалуй наверное Лучшую Да действительно Гарнитуру Которую я встречал до этого Да не забываем Что помимо Razer Есть еще и другие компании Опять же Если вы изъявляете желание Сделать Чтобы я сделал на что-то Обзор В комментариях Там черканите Просто я всегда чекаю Смотрю проверяю Просто чтобы Ну не только мне Но еще и вам Тоже было интересно Что-то посмотреть Я же на этом с вами прощаюсь Друзья Меня как всегда Зовут Тимур Ну а в описании Вы можете найти Все полезные ссылки В том числе На мои социальные сети И прочую другую информацию Спасибо за просмотр Всем счастливой игры И пока